Магнитогорск В Челябинской области запустили Мобильное приложение для отслеживания бродячих собак Пилотный проект внедрили в Сосновском районе и Магнитогорске Для животных оформляют электронный паспорт Мобильное приложение «Все звери» представляет собой автоматизированную систему учета животных без владельцев В программном продукте, которым пользуются местные власти, заказчики отлова, подрядчики по отлову и приюты Фиксируются все данные на каждую конкретную собаку В Сосновском районе и в Магнитогорске мобильное приложение запустили в декабре 2022 года Именно в этих территориях работают государственные приюты по обращению с животными без владельца Служба вносит в систему видео геолокацию с момента отлова на каждую собаку Затем в приюте сотрудники дополняют данные о животном, о времени стерилизации, вакцинации и номере бирки Такая информация позволяет видеть откуда, сколько собак было выведено и когда На Южный Урал доставят благодатный огонь прямиком со Святой Земли специальным рейсом из Израиля в ночь С 15 на 16 апреля благодатный огонь доставят в Челябинск и привезут в Свято-Симеоновский кафедральный собор на праздничное богослужение Пасхальную божественную литургию возглавит митрополит Челябинский миасский Алексий Затем Великая Святыня будет доставлена во все храмы Челябинской митрополии, в состав которой входит Магнитогорская епархия Зажечь пламя свечи смогут все православные жители Южного Урала Благодатный огонь уже не первый год священнослужителей доставляет в Челябинскую область В прошлом году благодаря усилиям губернатора Алексея Текслера святыня прибыла из Иерусалима, но с остановкой в Москве В этом же году благодатный огонь прибудет в столицу Южного Урала напрямую Судебные приставы Магнитогорска вынудили местного жителя вернуть более 900 тысяч рублей Это пенсия, которую мужчина незаконно получал 10 лет, передает корреспондент агентства «Доступ» со ссылкой на пресс-службу в ФСС по Челябинской области С иском к 65-летнему роженцу Грузии обратилось городское управление пенсионного фонда В нем указывало, что при назначении пенсии мужчине засчитали 20 лет работы на Крайнем Севере Что позволило ему уйти на пенсию по старости досрочно в 55 лет При этом трудовой книжки у него не было, а для расчета использовались сведения из предоставленных справок Однако проверка установила, что на Севере тот не трудился, а следовательно 10 лет получал пенсию незаконно Суд, рассмотрев дело, постановил взыскать с магнитогорца полученные им выплаты В парках Магнитки началась акарицидная обработка Дезинсекторы пришли в Экопарк, чтобы распылить на территорию в 21 гектар специальный акарицидный раствор Обработка в парках проводится ежегодно до 30 апреля В этом году погодные условия позволяют начать обработку пораньше Подрядчики определяются путем конкурентной закупки Качество обработки мы проверяем, рассказывает заместитель директора парки Магнитки Павел Салимоненко Если во время контрольной проверки обнаружится, что клещи есть, то подрядчик в рамках гарантийных обязательств Еще раз обработает территорию акарицидным раствором Всего же весной в Магнитогорске обезопасит территорию 58 скверов, двух муниципальных пляжей, а также четырех кладбищ Выиграв первый матч серии плей-офф, баскетболисты Металлурга сделали весомую заявку на выход в финал четырех высшей легии В Ставрополе магнитогорцы обыграли местную команду «Южный слон» со счетом 86-71 Ответный четвертьфинальный матч состоится во вторник, 18 апреля, во дворце спорта имени Ивана Харитоновича Рамазана Начало 18.00 И о погоде обещают солнечный день, но всего плюс 6 на градуснике Осадков не будет, ветер северо-восточный 6 метров в секунду Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба